С древних времен люди устраивали зрелище, устраивали бои. С тех пор ничего практически не изменилось, увеличился только масштаб. Кулачные бои это свежее направление, которое набирает популярность. Кулачные бои. Почему такой рост популярности и сколько зарабатывают в этом бизнесе? Меня заинтересовал современный кулачный бой в США, его взрывной рост популярности, как каналам на ютубе, так и трансляции этого спорта по кабельным сетям. Кулачный бой, скорее всего, завоюет свою нишу стремительно быстро, так же, как и смешанные единоборства ММА. Оторвали свой кусок внимания зрителей у бокса с его более чем вековой традицией в спорте. Сами же кулачные бои кажутся более жестокими по сравнению с боксом и даже с ММА. Вот с последних мне бы и хотелось бы начать свое исследование. На чем же может зарабатывать такой спорт и сколько? А во второй части уже перейти на кулачный бой. А конкретней, не весь ММА в целом, а именно самую большую и продвинутую организацию UFC. Какие перспективы у этого направления в РФ, Украине и Казахстане? Очень странная идея зарабатывать на том, на чем денег нет, потому что все организации, которые есть, существуют уже давно, в конце 90-х, начало нулевых, середины нулевых. Все жалуются, что денег нет. Денег нет, но организаций все больше и больше. Первый тур по смешанным единоборствам ММА был проведен в ноябре 1993 года в США. Созданием и организацией UFC занимался Арт Дэйви, американский бизнесмен, который решил сделать нечто новое в мире единоборств. Целью первых турниров UFC стало нахождение чемпионов в разных дисциплинах, среди которых были бокс и кикбоксинг, карате, джиу-джитсу, тэквондо, сумо и другие. В дальнейшем организовывались бои по другим видам единоборств. Хорошая идея противопоставить кого-то, противопоставить Шварц и Сталлоне, ну тот же Рэмбо или Команда, кто круче, Кишник или Чужой, Ван Дамм или Брюс Ли. Чемпионаты завоевывали огромную популярность зрителей, в первую очередь за счет нестандартного подхода к схваткам. На одном ринге соперничали представители карате и сампу-бокса, джиу-джитсу и так далее. Людям было интересно наблюдать за необычными поворотами в драках, как представители одного вида боевого искусства смогут победить другого. UFC стал лидером по кассовым сборам и просмотрам по кабельным телеканалам. Впрочем, вместе с фанатами возникли и критики. Многим людям не нравились излишняя жестокость боев, по этой причине компания оказалась близка к разорению. Вначале ММА задумывался как бои без правил, однако ММА не могло пойти в угоду телевидению, а телевидению в угоду жалоб. Слишком было много жалоб и что они придумали? Придумали внедрить правила. Внедрили правила, зрелище пропало, организация стала на грани разорения. Но тут появились новые владельцы, владельцы казино, которые купили организацию UFC. И с новыми владельцами началась новая жизнь. Октагон Схватки бойцов проводятся на восьмиугольном ринге, названном октагоном. Он огорожен сеткой и оборудован таким образом, чтобы минимизировать риск получения травмы. Столбы обтянуты брезентом и наполнителем. Сетка с верхнего края также защищена. Собственники UFC В 2001 году UFC была на грани банкротства. И она была куплена по цене 2 миллиона долларов братьями Кертитами, владельцами сети крупных казино в Лас-Вегасе. Они потратили 4 года на раскрутку UFC, инвестировав в дело свыше 40 миллионов долларов. В 2007 году они приобрели и закрыли конкурента, японскую компанию Pride. А в 2011 то же самое сделали с еще одним конкурентом, американским Strike Force. Все эти владельцы казино, букмекерские конторы, страховые компании, они будут кружить вокруг ММА и UFC как коршуны. Но в итоге они же захватят весь этот спорт. Теперь у UFC новый владелец. Им стало букмекерское агентство VME и EMG, NDAWARD, которое приобрело бойцовский клуб за 4 миллиарда долларов. Сделка вошла в историю как самая дорогая единовременная продажа франшизы за все время. По итогам 2017 года выручка UFC превысила 700 миллионов долларов. До определенного момента содержание UFC приносило братьям Фертита лишь одни убытки, вплоть до финала первого сезона реалити-шоу The Ultimate Fighter. В нем шла речь о подготовке, тренировках двух команд бойцов и дальнейших финальных схватках, по результатам которых победитель заключал контракт с UFC. В апреле 2005 года в финальном поединке шоу Форест Гриффин и Степан Боннер в прямом эфире телеканала Spike дрались. В пиковый момент аудитория составила 3,3 миллиона человек. После такого успеха сам телеканал взял на себя расходы по производству следующего сезона. Трансляции проводились в более чем 150 стран. Индеавор – одна из ведущих компаний в индустрии развлечений. Половина компаний предоставляет агентские услуги актерам, музыкантам, писателям, режиссерам и т.д. Занимается их продвижением и популяризацией. Также владеет правами на проведение различных спортивных чемпионатов. Ведет лику по киберспорту и другое направление. Имейджин вторая половина является агентством спортивного маркетинга. И сама история UFC – это то, как нужно делать. Это можно воспринимать как руководство по зарабатыванию денег. А нашей отечественной компании как не нужно делать. Где деньги? Раньше бойцы UFC имели вполне законную возможность публиковать названия своих спонсоров и партнеров на экипировке, предоставлять их перед боем и даже писать имена на теле в виде временной татуировки. В 2015 году эта возможность для спортсменов была официально запрещена. Большая часть доходов терялась через бойцов, которые приходили на бой как рекламные площади. Получалось, что организация предоставляет возможность показать рекламу спонсоров в лучшее время, но не получает ничего из этого, а все забирает боец. В тот же год Лига подписала 6-ти годовой контракт с Рибак за право стать официальным экипировщиком бойцов. Общая сумма, по неофициальным данным, составила порядка 70 миллионов. С тех пор бойцы UFC и всех официальных мероприятиях обязаны появляться только в конкретной экипировке, а нарушение грозит им штрафами. Бойцы Лиги стали выглядеть как единая команда, но есть здесь и плюсы для спортсменов, ведь за уровень интереса к бойцу и его популярности экипировщик платит конкретному спортсмену дополнительный бонус. Также партнерами UFC в разное время становились Харли Дэвидсон, Пиво Бат Лайт, Шины Тойя и другие. Это позволяло Лиге грамотно использовать свои ТВ-трансляции, зарабатывая на каждой секунде рекламного времени и пространства октагона, сетки, в которой проходят бои. Аудитория смешанных единоборств сосредоточена в интернете. Она моложе и активнее, чем аудитория того же бокса. Конор красавчик и хайповый боец. Доход промоутерской организации напрямую зависит от телевидения. Если в России все турниры UFC показывают по матч ТВ бесплатно, то в Северной Америке главное событие можно видеть только за деньги. Трансляция турнира с главным боем Альварес Макгрегор в HD стоит 30 долларов, а Макгрегор на афише это более полтора миллиона проданных трансляций. Он шумный, скандальный, у него нестандартная отчасти киношная манера ведения боя. По материалам Forbes на одном только Коноре Макгрегоре заработали 700 миллионов долларов. Это даже больше, чем в нулевых они получали с трансляций. Ему на тренировки периодически приходят другие знаменитости. Крещану Рональду или Гора из Игры Престолов. Ну и самое главное, он ирландец. В США порядка 40 миллионов человек с ирландскими корнями. И это более платежеспособная публика, чем фанаты Нурмагомедова. К тому же турнир впервые в истории ММА приехал в Нью-Йорк. А в этом городе ирландцы. Одна из самых мощных этнических групп. Популярность UFC растет и все хотят хайпить на UFC. Поэтому приходят в организацию просто рядом постоять известные личности. Приходят на тренировки. Тот же Гора из Игры Престолов. Пожалуйста, все хотят похайпить. И организация получается еще более становится популярной. Чем больше привлекает к себе известных личностей, тем более популярной становится. У бойцов UFC есть возможность зарабатывать в РФ, даже без боев. Например, бразилец Фабрисио Вердум, в 2010 году победивший Федора Емельяненко, сотрудничает с клубом Ахмат. Поддерживает его в том числе и в конфликтных ситуациях. Сам периодически приезжает в Чечню. Подобный контракт может приносить бойцу уровня Вердума от 30 тысяч долларов в месяц. А в 2013 году тот же Вердум и другие звезды ММА приезжали как почетные гости на два бойцовских шоу «Легенда». Организатор этих турниров Руслан Сулейманов в 2016 году был задержан по делу о подозрении в хищении 800 миллионов рублей. Своим платить не будем, чужим заплатим побольше. Обалденный маркетинг-план. Что в России? Вадим Финкельштейн в середине 2000-х годов вел бизнес в ММА с размахом. Его компания М1 проводила турниры в том числе и в USA. Партнером Финкельштейна по проведению двух туров с участием Федора Емельяненко был Дональд Трамп. Трамп говорил, что ММА это спорт будущего и как видим не ошибся, рассказывает Финкельштейн. Он обожал бои. Очень веселый человек. Упоминать Дональда Трампа в интервью очень правильно, как и всех остальных известных личностей. В организации UFC состоят 27 российских бойцов. Важным показателем стало и желание UFC привить в России культуру покупки трансляций, что могло бы серьезно изменить вообще целый рынок спортивного телевидения в стране. Изначально планировалось продавать около 17 тысяч билетов. Однако впоследствии в продаже было выпущено дополнительное количество. Уже постепенно появляются и спонсоры для организации на локальном рынке. Первым партнером стала букмекерская контора, поскольку данный сегмент активно начал работать со спортом, получив на то законные основания. Руководство UFC также не ставит задачи непременно заработать на первом турнире в России. В данном случае важнее посмотреть на эффекты резонанса. Интересная ситуация. В РФ нет равных США гонораров бойцам. Зато самим бойцам из американской UFC готовы платить немало деньги в сравнении с теми же гонорарами российских бойцов даже за приезд на мероприятие. Такую играют не только российские промоушены, но и телевидение. На этот раз уже с самим промоушеном. На деньги от продажи телевизионных прав российские промоушены пока жить не могут. Российское телевидение платит UFC за права на показ турниров, а нам предлагают оплачивать работу передвижной телевизионной станции, говорит глава М1 Вадим Финкельштейн. Телевизор настолько суровый, что хочет денег не только с рекламы. Почему в Украине на боях нет денег? Почему? Потому что вода без газа. В среднем бойцы получают 200-300 долларов за поединок. Причем на такую сумму могут рассчитывать даже дебютанты. Около 30-50% гонорара уходит на подготовку к следующему бою, так как нужно правильно питаться, в том числе покупать спортивное питание и витамины. Большинство украинских бойцов вынуждены подрабатывать. Кто-то преподает в УЗИ, работает тренером в своем спортивном клубе или менеджером по продвижению бойцов на профессиональную арену. «Это помогает выживать мне и моей семье. Я знаю всего несколько бойцов, которые живут на доходы от боев, но это возможно только если у тебя есть контракт с ведущими мировыми компаниями», поясняет Валихвахин. «Боец получается на грани выживания в случае травмы и последующего восстановления. Боец может выступить за 200 долларов, чтобы не терять форму, а уже завтра за 2000», рассказывает глава Пересвит Промоушен Михаил Расахатый. По его словам, на размер гонорара влияет много факторов. Достижения в любительском спорте, профессиональный рекорд, умение преподнести себя, весовая категория, уровень соперника и турнира. Контракты подписывают с опаской Бойцам предлагают прогрессивные условия, когда гонорар возрастает при победе, а при поражении выплачивают базовую сумму. При постоянных проигрышах поединки не проводят или вовсе расторгают договор. Украинские компании проводят турниры, договариваются о подписании бойцов в иностранной организации. С одним из спортсменов Real Fight Promotion и Пересвит Промоушен заключила контракт известная американская компания Belenor MMA. До этого ее представляла только одна украинка Елена Овчинникова. Украинских бойцов подписывают и в китайские организации. Компания Пересвит Промоушен открыла представительство в Китае, где за три года стала лидером рынка. Лидер рынка в Китае? Смелое утверждение. Первый профессиональный тур обошелся в 100 тысяч. Главе Пересвит Промоушен Михаилу Рассахатому 34 года. Из них он свыше 20 лет занимается единоборствами. Начинали сразу связываться с нулевых, с иностранными спортсменами. Тем не менее, к нам прилетали бойцы из США, Европы, Японии и Китая. Чем многие украинские компании не могут похвастаться даже сегодня. Эру интернета. В том же 2001 году в Киеве прошел первый в Украине профессиональный турнир по фрирайду. Фрирайд – это украинское контактное единоборство, но почему-то с английским названием. Организация турнира обошлась более чем в 100 тысяч долларов, но обычно бюджеты были в разы скромнее. Например, в 2007 году во Львове организация соревнований обошлась в 25 тысяч. Сейчас на рынке смешанных единоборств в Украине конкурирует несколько компаний. Компании работают за счет спонсоров. Виталий Вовк руководит промоутерской компанией Real Fight Promotion, которая уже провела около 60 профессиональных турниров и к организации всегда привлекают спонсоров. Но сами украинские турниры не окупаются. В лучшем случае компания выходит в ноль. Чтобы зарабатывать на мероприятиях, нужны договоры с крупными телекомпаниями на платную трансляцию. За рубежом продажа контрактов на ТВ основной заработок крупных организаций по смешанным единоборствам. Сейчас мы также планируем договориться о платной трансляции с одной из иностранных компаний. Но опять-таки, все говорят, что денег нет, а организаций все больше и больше. Что слышно за Казахстан? Бойцовский клуб Алаш Прай появился в 2010 году. Начинали спонтанно, без бизнес-флана. Тогда я увлекся боям и ММА. Когда я познакомился на тренировке с бойцами боев без правил и решил их поддержать. Каждый месяц платил бойцам зарплату 500 долларов. Снял для них квартиры в центре Алматы. Потом стали другие подтягиваться. Решил создать команду. Нашел зал тренировок. Спортсменов было около 30 человек. Но только 8 из них были на зарплате. Сняли офис. Наняли секретаршу. Расходы составили 15 тысяч долларов в месяц. Следующая задача – стать участниками рейтинговых боев. В то время единственным доступным турниром был М1 в России. О том, чтобы попасть на схватки UFC – это нереально. Для контракта боец должен был не только хорошо подготовленным, но и зрелищным. Делать ветер и шоу для зрителей. О наших бойцов никто не знал. Вспоминает Данияр Каскарауров. Решили начать вести учет с схватком. Для этого открыл промоутерскую лигу. На презентацию пригласил президента Международной Федерации Бушидо Донатаса Самойнаса. Он посоветовал провести громкий турнир с участием Александра Емельяненко. Тогда многие мечтали его просто увидеть. А мы предложили турнир с его участием. Емельяненко согласился драться с нашим Алыбеком Тулигеновым. Он чемпион мира среди молодежи по вольной борьбе. Весь турнир с участием бойцов из 10 стран обошелся в 220 тысяч долларов. Это деньги спонсоров. Плюс 70 тысяч вложил сам. Часть денег вернули через билеты. Продавали недорого. И те разошлись в два последних дня перед боем. Я понимал, что людям нужны интересные бои. Всегда старались главный бой сделать сенсационным. На этом фоне и своих бойцов раскрутили. Конечно, многие сравнивают наши турниры с уровнем UFC. Но там сотни профи работают. А мы никогда в жизни этим делом не занимались. Когда в России стали открываться серьезные турниры, например, Fight Nights, Мы стали ездить в гости друг к другу на бои. Хорошо работали. Потом стали открываться клубы в Китае. Везде хорошо платили. И наши бойцы стали туда перетекать. Кто-то спрашивал разрешение. Кто-то тихо уходил. Я их всех понимаю. Век бойца короткий. Так окупается ли промоутерская работа? Нет. Как говорит Дайняр, невозможно вкладывать деньги без отдачи. В ММА работать невозможно, когда нет развитой инфраструктуры рынка. Телетрансляции по крупным кабельным сетям ТВ и продажи билетов на бои в больших залах. В Казахстане закрылись все клубы, которые открылись. Даже в РФ начался спад. Турниры могут поддерживать серьезный уровень только за счет меценатов. Поэтому я решил не конкурировать. Работаю за счет авторитета. Я знаю, как турнир стоимостью 100 тысяч долларов нужно провести за 50 тысяч. Однако для бойцов он принесет отличный рейтинг. В прошлом году я провел 5 турниров. Еще 4 таких запланировано. Достаточно проводить один, но очень качественный турнир в период 30-45 дней, говорит Дайнар. Раз уж я начал, не хочу останавливаться. Хочу довести хоть одного бойца до уровня UFC. Часто мечтаю о государственной поддержке, о стабильных контрактах с бойцами. Хотя кажется, это никому не нужно, кроме меня. Подходим к вишенке на торте. Сколько денег приносят турниры по смешанным единоборствам? Основные деньги UFC зарабатывают за счет платных трансляций боев. Компания предлагает своим потребителям несколько пакетов. Просмотр по системе PPV. Доступ к веб-платформе UFC Fight Pass. Плати и смотри – это когда каждая трансляция плачевается отдельно. И она, в смысле, ее цена зависит от популярности бойцов, от их востребованности на рынке. Первая PPV стоит от 30 долларов, вторая – от 10 долларов в месяц. Приблизительное число подписчиков Fight Pass составляет 5 миллионов, так как в Android скачали программу более 5 миллионов раз. 2,5 умножаем на 30 долларов. Получаем приличную сумму. И это только уплата за одну трансляцию, не считая никаких остальных прочих и прочих доходов. Более 6 миллионов скачиваний в iPhone. Если есть iPhone, то цифры можно умножать на 2, на 3. У нас принято говорить, что iPhone его покупают себе в кредит школьники и рабочий класс. Но, тем не менее, почему-то за границей в Apple Store я не видел там ни школьников, ни рабочий класс. Люди чуть-чуть другого уровня, поэтому заграничный контент на заграничных iPhone очень хорошо продается. А у нас его и так покупать не будут, хоть iPhone, хоть не iPhone. То есть это гарантированный ежемесячный доход только от одной подписки в 50 миллионов долларов. И это не считая за отдельные платы от прямых трансляций. Свои финансовые результаты компания публикует крайне редко, предпочитая держать большую часть информации в тайне. Больше, чем на трансляциях, доход получает компания на прямой и непрямой рекламе, использовании имиджа своих бойцов и так далее. К примеру, скандально известный боец Конор Макгрегор принес компании более 700 миллионов долларов. Также деньги поступают от телеканалов-партнеров. До конца 2018 года канал Fox за возможность трансляции выплачивал компании по 120 миллионов ежегодно. Сейчас ведется сотрудничество с ESPN за 400 миллионов долларов. UFC работает как со спортивными экипировщиками типа Рибов, так и с другими компаниями в различных сферах деятельности. От пива до автомобильных шин. Заработки бойцов зависят от условий контрактов. У новых, никому неизвестных участников турниров оплата боя составляет от 4 тысяч долларов, а у известных и до миллиона. Дальше больше. Руководство и развитие. Фактическим владельцем турнира является Ари Эммануэль, жесткий американский бизнесмен, известный своей работоспособностью и агрессивным подходом к бизнесу. Он входит в руководство компании India War. Сейчас, по сути, руководит развитием UFC. Его состояние оценивается в 450 миллионов по версии журнала Ford с 2017 года. Заработок 10 миллионов. Под руководством Ари UFC как бизнес заметно подорожал. Теперь оценивается в 7 миллиардов долларов. Президент организации по смешанным единоборствам Дана Уайт. Он немало сделал для популяризации UFC в мире. По версии одного из популярных журналов о единоборствах, Уайт становится промоутером года на протяжении 5 лет. С 2005 по 2009 годы. UFC активно развивается. Планируется открыть в 2019 году Центр по обучению молодых спортсменов в Китае. Этот центр будет также транслировать бои на азиатский регион, что в планах должно принести дополнительный доход. До 2019 года бои проводили в трех городах Китая. Шанхае, Макао и Пекине. В России первый турнир по смешанным единоборствам прошел 15 сентября 2018 года. Права на трансляции боев UFC в России с 2017 года принадлежат каналу Телеспорт. Также турниры транслируют Матч ТВ. Система PPV пока в наших краях не популярна, но зрители постепенно переходят на платную модель. Финансовый конструктор. На примере Хабиба очень хорошо видно, как его гонорар увеличивается от поединка к поединку. Поединков много и все с победами. За победу над Парье Хабиб заработал беспрецедентную в истории UFC сумму – 6 миллионов долларов. Однако, по мнению выступающего в американском промоушене Беллатор бойца Виталия Минакова, эта цифра является общим доходом Нурмагомедова за бой и складывается не только из гонорара, но и других выплат. Сам же гонорар не превышал 2 миллионов долларов, комментирует он. По его словам, дополнительно гонорару бойцу начисляется процент от продажи платных трансляций боя. В некоторых случаях по условиям контракта спортсмены могут получать дополнительное вознаграждение от спонсоров. Размер этих выплат напрямую зависит от популярности бойца и его достижений. Помимо гонорара существует система PPV и процент, выплачиваемый бойцам в платных трансляциях боев. Он может составлять, например, 2-3 доллара с одного подключения. Эта статья дохода напрямую зависит от популярности бойца. Если на твой бой со всего мира подключится 1 миллион человек, то ты в итоге к гонорару получаешь еще 2-3 миллиона долларов. Я не знаю, на каких условиях Хабиб дрался, но думаю в его конечный доход за бой в спорте вошли и какие-то деньги от спонсоров. По словам бойца российского промоушена Fight Nights Владимира Минаева, дополнительную прибыль спортсменам приносит участие в различных рекламных кампаниях, в том числе в продвижении самого боя. В контракт на бой входит не только гонорар, там очень много пунктов, по которым дополнительно выплачиваются деньги. Это и трансляции, и участие в промо-бое, и в промо всех сопутствующих продуктов. То есть все, что включает сфера единоборств и за что боец может получить деньги. Также дополнительный доход приносит участие в рез-конференциях, мастер-классах и прочих мероприятиях. Штатное расписание, фиксированные гонорары бойцов имеют очень широкий диапазон. Их размер также напрямую связан со спортивными достижениями и популярностью спортсменов. По его словам, суммы выплат варьируются от 5-7 тысяч долларов до бесконечности. Он рассказывает, что бонус за победу новичкам равняется сумме гарантированного гонорара. При этом стартовые гонорары, предлагаемые российскими промоушенами, несколько ниже, около 1000-4 тысяч за бой. Он подчеркнул, что количество спортсменов, желающих выступать даже за такое низкое вознаграждение, достаточно велико. Прожиточный минимум. Бойцы, получая 1000-4 тысячи за бой, вынуждены тратить почти всю сумму на подготовку, куда входят услуги тренера, команды, питание, зал, снаряжение и так далее. Поэтому в начинающих бойцов на себя ничего не остается. Боец Папахе. 12 ноября 2016 года 28-летний уроженец села Сильди, Сумадинского района Дагестана, Хабиб Нурмагомедов мог стать первым российским чемпионом UFC. У него для этого было все. Статус официального претендента, лучшие борцовские навыки среди всех бойцов мира весит до 70 килограмм и 1 миллион подписчиков в инстаграме. Нурмагомедов единственный боец из РФ, который не просто заговорил в США без переводчика, но и не стеснялся шутить, называть своих соперников бумажными чемпионами и цыплятами. В общем, действовать в принятой UFC манере. На взвешивание и бои в США Нурмагомедов стал выходить в дагестанской Папахе, ради этого пожертвовав частью дохода. Когда-то UFC разрешали появляться на официальных мероприятиях в одежде с символикой своих спонсоров. Если бы Хайбип вышел на дебютный бой в UFC не в Папахе, а в сбейболке с логотипом, то мог бы получить около 1000 долларов за рекламу. Но в Папахе он лучше запомнился. Нурмагомедов непобедим в клетке. Выиграл все 23 своих боя. Из них 7 в UFC. Но уязвим за ее пределами. Он не дрался 2 года из-за повреждений колена, а затем сломал ребро и вынужден был сняться последовательно с трех боев. Плати и смотри. Ирландец Конор Макгрегор – самый высокооплачиваемый и популярный боец UFC. Конор красавчик и хайповый боец. У него отменная статистика. 8 побед в 9 боях. А чемпионский пояс в категории до 66 кг он забрал нокаутом за 13 секунд. Но для UFC и соперников Конора важнее другое. Макгрегор умеет раскручивать бои, что дает возможность всем сторонам заработать в разы больше. При этом заработок самого Конора с учетом телевизионных денег, он получает процент с проданных трансляций, может составлять более 10 миллионов за бой. Из них 3 миллиона – гарантированная сумма за выход лет. Осенью 2016 года Макгрегор публично пообещал, что его доход по итогам года составит 40 миллионов. В списке самых высокооплачиваемых спортсменов Forbes это поднимает его с 85-го места в первую двадцатку. Возможно, поэтому полгода назад Конор никак не отреагировал на предложение подраться в России за 2 миллиона на шоу Fight Nights. По сути, это была первая попытка российского промоушена организовать бой в России актуальной зарубежной звезды ММА. Конор красавчик и хайповый боец. Сплошное телевидение Fight Nights отдала права показа своих событий на остальной мир в платформе UFC Fight Nights, которая за 10 долларов в месяц дает доступ к архивным видео и прямым трансляциям турниров по всему миру. «Не скажу, что Fight Pass подписывает какие-то значительные контракты», – говорит Камил Гаджиев. Но, во-первых, это стабильные деньги, а во-вторых, мы получаем выход на аудиторию США и Канады. И там зритель узнает, что такое Fight Nights Global. Это важно, поскольку у нас в планах проведение турниров США. Иногда стоимость прав на трансляцию нашего турнира на Fight Pass меняется в зависимости от масштаба ивента. «Условно, на турнире Емельяненко-Мальдонадо мы зарабатываем больше, чем на Мохнаткин-Мальдонадо». Гаджиев уточнил, что официальных данных по числу просмотров боя Емельяненко-Мальдонадо через UFC Fight Pass нет, но это порядка 1 миллион человек в Северной Америке, а суммарная аудитория боя составила 10 миллионов человек, из них 7 миллионов в России. Несколько лет назад UFC пыталась выкупить у Филькенштейна весь видеорахив компании M1. «Мне предлагали несколько миллионов долларов, но я не согласился», — говорит Финкельштейн, который после этого вложил более 100 тысяч долларов в создание собственной мобильной платформы. «Видеорахив с боями — это и есть товар, за который хотят платить деньги и который стоят миллионы». «Я намерен развивать свою платформу и зарабатывать на ней». В перспективах этого направления можно не сомневаться. Кроме Fight Nights, Камил Гаджиев курирует еще один спортивный проект. «Зиаудина Магомедова. Хоккейный клуб «Адмирал» и может оценить резонанс и отдачу этих видов спорта. «Мне кажется, ММА эффективней», — говорит Гаджиев. «Конечно, это разные истории. Хоккей — это в основном социальные проекты. Он поддерживается, как правило, градообразующими предприятиями. Людям в регионе дается возможность раз в неделю видеть крупное спортивное событие. В ММА спонсор приходит за четким взаимодействием с целевой аудиторией бренда. Могу сказать, ММА будут дорожать, хоккей будет дешеветь». Давайте будем разбираться, как зарабатывает UFC на смартфонах, а также на других устройствах. В первую очередь, что такое смартфон? Смартфон — это устройство, которое позволяет устанавливать много программ. И здесь начинается. Сам файтпаст — это 10 долларов абонентской платы. Также сюда входит плюс-минус 30 долларов плата за прямые трансляции. Следующий этап — это около 30 долларов за плату прямых эфиров. Цена зависит от популярности боя. Статистика и аналитика. Это позволяет узнавать, кто самый популярный боец, какой самый топовый бой и так далее. Также просмотры по странам и по регионам. И что самое интересное, статистика — это и есть деньги, потому что статистика и аналитика стоят денег. Вспомнить, сколько скандалов было и с Facebook, и с Google, которые сливали налево данные у своих пользователей для потенциальных рекламодателей. Также можно напрямую и рекламу от спонсоров включать прямо из своего приложения и без всяких контрактов с телеканалами. Платы от организаций за показы своих боев. Другие организации также, которые хотят популярности, которым нужен старт, те, в которых вкладывают большие деньги, они могут просто договаривать, заключать контракты, чтобы их показывали внутри UFC Fight Pass. Таким образом, они могут получать популярность, выходя на лояльную аудиторию, на аудиторию свою целевую, которая любит бои. Ну и естественно, если у вас раскрученная организация, тогда это уже происходит обратный ход, когда сам UFC покупает архивы других боев. Далее прибыль уже приходит не совсем от UFC Fight Pass, но все еще со смартфонов. Это когда используется логотип UFC и все торговые знаки и все прочие упоминания в сторонних приложениях. Таких приложениях в андроиде очень много. Также особый плац занимает это именно игры для смартфонов. Все, которые связаны с тематикой спорта, боев и UFC. Лицензионное отчисление в играх есть еще и на ПК, на приставках типа Sony, Xbox, Nintendo. Причем самое интересное, Nintendo самая популярная. У нее игр гораздо больше и самих устройств, чем у Sony и Xbox вместе взятых. Много игровых автоматов. И это все также лицензионное отчисление. Также схема продолжается и на приставках. Дело в том, что смартфон это не единственное устройство, где есть программа Fight Pass для показа трансляций и боев. Также аналогичные программы есть на Sony и на Xbox. А это еще аудитория увеличивается. Сколько спорта в компьютерных играх на трансляциях? Взгляните на этот список одного из сервисов для прямых трансляций компьютерных игр. Сколько здесь спорта? Спорта очень много. Первый рассматриваемый YouTube канал – BKF Fight Club. Его годовой доход составляет от 1400 до 22,9, ну практически до 23 тысяч долларов в год. Это что означает? Это означает в показах рекламы и это число ближе к нам в Украине. То есть мы занимаем дно по рекламе, даже бывает соседняя Россия, там фактически раза в три больше за рекламный показ. Это по моему опыту. Это число более к таким богатым странам, как США. Ну и практически весь мир может быть даже. Следующий канал. Здесь уже подписчиков больше в несколько раз и существенно доход, то есть канал может быть на уровне самоокупаемости того, что все деньги, которые приходят с рекламой, не могут идти на обслуживание всех этих же YouTube каналов. Здесь показывается, сколько в день приходит денег. И это вот средний сло, там около 300 долларов. Вполне, вполне реальная цифра. Каждый день денежный поток. Официальный канал UFC, Ultimate Fight Championship, здесь конечно очень приличное число и подписчиков, и самих видео. Их доход уже от 300 тысяч до 5,3 миллиона долларов в год. И все-таки США это ближе к этому числу, несколько миллионов долларов в год. Естественно, они вряд ли делают рекламу, размещают, они более себя рекламируют. Но тем не менее оборот, конечно, впечатляют. И денежный поток каждый день, вот 15, 3 тысячи, а может самое меньше 5 тысяч. 13, 16, 14, 15 тысяч. Около 10. Это каждый день. Если бы такой же канал был в украинских реалиях, с украинской рекламой, ну вот это число умножить на полторы. Ну где-то 1300-1400 долларов в день, каждый день. Или вот это число на полторы, то есть 460-470 тысяч долларов в год. В мире UFC достаточно звезд. Вот посмотрите. Ариана Селеста это звезда UFC Girl. UFC Girl имеет как свою страницу в Википедии. Имеет свой инстаграм миллионный. Свой сайт, на котором продает собственный мерч. Фейсбук с большим количеством поклонников. Снимается в сериалах, в журналах Максима. Она была UFC Girl. Благодаря ей все она раскрутилась до каких-то невероятных масштабов суперзвезды. Хотя, казалось бы, девчонка ходит с табличкой. Миллионы подписчиков в инстаграм. Следующая звезда это спортивный комментатор Джо Роган. Джо Роган, который был известен прежде всего скандальным интервью с Илоном Маском. Илон Маск покурил траву в прямом эфире и ее акции пошли вниз. Это, конечно, совпадение, что акции Тесла пошли вниз. Но, тем не менее, Роган имеет миллионы подписчиков в Ютубе. Свою радиостанцию выступает как комик с концертами много лет. Ведущий на ТВ и снимается в художественных фильмах. Брюс Баффер, конферансье UFC с многолетним опытом. Связал свою жизнь с UFC еще с 90-х годов. Бывший спортсмен, бизнесмен и предприниматель. Стал ведущим UFC. Сейчас зарабатывает по несколько тысяч долларов. Только тем, что в инстаграм поздравляет всевозможных звезд и всех желающих. Также у него имеется сводный брат Майкл Баффер. Который известный по боксу с его коронной фразой. Большой Джон Маккарти. Самый известный третий человек в клетке. Бывший полицейский, а потом и рефери. С 94-го по 2017-й год. Провел невероятное количество боев. И стал легендмортом. Также выходец из... Вот мы и подошли к концу первой части. А во второй части я все-таки хочу разобрать кулачные бои.